За Твою победу За Твою победу И весь народ скажет Аминь Аллилуйя Иисус Господь Мы славим Тебя Бог Благодарим Тебя Аллилуйя Аллилуйя Слава Господу Аллилуйя Помазанники Божии Левиты благословенные Слава Богу за вас то, что вы являете небо сюда с Иисусом Христом. Аминь. Аллилуйя. Я приветствую всех наших братьев и сестер онлайн, приветствую Церковь Вера 24. Слава Господу, то, что мы можем сегодня находиться вместе. Аллилуйя. Иисус Господь есть Бог, который сегодня нас научает, ведет нас по этому жизненному пути и вдохновляет, и мы доверяем Ему. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, то, что Бог нас сегодня восстанавливает, что Господь сегодня показывает нам свое влияние. Друзья мои, все, кто видит, те, кто слышит, я бы сегодня хотел рассказать немножечко о том, что нам делать, что как нам пребывать на этом жизненном пути, как бороться, может быть, с трудностями, как, может быть, преодолеть, как победить, одним словом. Ведь Христос победил на Голговском кресте. Ведь Христос для нас совершил такую победу. Мы понимаем, что это свершилось. Это было две тысячи лет назад, и это сегодня актуально для наших дней. Потому что Христос Господь Бог, и Он вчера, сегодня, и вовеки тоже. И мы благодарим Господа за Его прекрасное слово. Я хочу прочитать 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Аллилуйя! Друзья мои, знаете, находясь сегодня в этом мире, мы сталкиваемся, конечно, и как дети Божьи, и мы видим, как люди этого мира, которые неверующие, я так скажу напрямую, сталкиваются с проблемами, с трудностями. Да, мы их приглашаем ко Христу. Послушай, но есть такой момент, что трудности не уходят. Трудности появляются. Что нам делать, когда, скажем, человек не может побороть свой собственный характер? Однажды подошла ко мне одна сестричка и говорит, «Я не могу с собой ничего сделать». Вот, слушай, это мой характер. Мне его очень трудно преодолеть. Это моя проблема. Но это понятно, проблема. Но у нас есть слово, у нас есть обетование. Вы знаете, эти обетования в некоторых сердцах, они высохли, которые, может быть, проблема оказалась больше, чем вера. Потому что победа наша, победившая мир, это вера наша. И, знаете, не так давно случилась одна такая трагедия. Один человек подошел, говорит, «Я не могу ничего с собой сделать, потому что я алкоголик. Потому что вот это меня тянет, это сильнее меня. Я понимаю, что дело здесь одержимо, что человек здесь уже действительно, может быть, и устал на всем жизненном пути бороться с собой. Он говорит, «Я вот пройдет какое-то время, и я не могу так, чтобы, ну, не пить». И я смотрю, сегодня в мире очень много людей и неверующих, знаете, и верующих, борющихся со своими характерами, со своими эмоциями, и не могут их преодолеть. И остаются на протяжении всей жизни, знаете, оставив все, остаются жестокосердными. Это к сожалению. Я скажу, это к великому сожалению, потому что Дух Божий нас учит совершенно иному слову. И Бог создал нас народом сильным. Он сделал нас так, чтобы мы могли и были способными побеждать. Он нас сделал победителями. Аминь. Потому что мы унаследовали ДНК Бога, Отца Небесного. Это невозможно, чтобы мы могли оставаться в каком-то позоре, в каком-то стыде, в том, что мы не можем преодолеть тот, кто в нас. Он больше того, кто в мире. А мы можем преодолеть того, кто в мире, потому что Господь однажды сказал, «Все дам вам власть наступать на змей и скорпионов». Он говорит, «И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Друзья мои, мы будем не только свидетелями, но мы будем и силу Божию все преодолеть. Аминь. Аллилуйя. И я хочу прочитать место из Писания, Новый Завет. Кефесянам, 6 глава, 11 стих. Друзья мои, я этот текст взял из нового перевода. Написано, «Облачитесь в доспехи Божии, чтобы противостоять всем проискам дьявольским». Вот это вариант. Как это... Слушай, мы что, еще и бороться будем? Слушай, мне кажется, я принявший Иисуса Христа, я еще и какую-то борьбу буду вести, если Господь уже все поборол, уже Он все для меня приобрел. Но, оказывается, у нас есть еще огромный плацдарм, которым нам нужно самостоятельно перебороть. И дальше мы читаем, «Ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой, а против правителей, против властей, против вселенских сил этого темного века и духовных сил зла небесных». То есть наш враг не тот, с которым мы, может, разговариваем, ближний там наш или еще кто-то, вот брат или сестра, но наш враг находится вокруг нас, которого мы не видим, который, может быть, и сегодня заставляет людей, алкоголиков, делаться алкоголиками, наркоманов делаться наркоманами или прелюбодеев делаться прелюбодеями. И каждый человек, который отдает свое сердце, я скажу, который, может быть, непослушно идет, непослушно Слову Божьему идет в плену своих эмоций и в плену своих, знаешь, умственных размышлений, ему тяжело будет противостоять этим козням дьявольским. Но Библия говорит нам о всеоружии, Библия говорит нам о войне, чтобы мы могли противостать. Все-таки нам намечается военное действие в плане того, чтобы мы могли быть победителями. И посмотрите один момент, как хорошо быть победителем, когда ты, возьмем любой наш рабочий день, когда ты выходишь из трудной ситуации, когда ты прощаешь, когда ты не оскорбляешься, не оскорбляешь, когда ты имеешь силу побеждать, ты противостоишь греху. И ты можешь в конце дня подвести задачу, слушай, я сегодня довольны днем, я сегодня довольны собой. Человек в большинстве случаев, он довольны собой или недовольны собой. Когда мы общаемся и разговариваем с людьми зависимыми, они могут рассказывать, я недовольны собой, я недовольны этой жизнью, мне ничего не интересно. Я уже и пробовал и то, и то, и к психиатру, ходил к психологу, и к наркологу, и ко всем врачам, и ничего не помогает. Послушай, всякому человеку есть сила, для всякого человека есть возможность преодолеть все, потому что Господь не может на человека нагрузить больше того, чем он сможет вынести. Аминь. Потому что он Господь Бог. И вы знаете, порой бывает очень сложно и неохота одеться во всеоружие Божие. О чем говорит Писание? Обличись во всеоружие Божие. То есть это быть уже готовым во всякое время, ко всякой ситуации, чтобы мы уже были готовы, мы знаем, что придет искушение, придет испытание. Мы не знаем, мы проснулись, знаете, я не знаю, нас смотрят верующие люди, но бывают и такие моменты, когда я просыпаюсь, у меня не всегда Аллилуйя на устах. Я просыпаюсь совершенно, как мирской человек. Я просыпаюсь, и у меня куда-то мысли улетают, мне приходится их ловить, показывать им Священное Писание, рассказывать самому себе об Иисусе Христе, доказывать, что Иисус Господь, Аллилуйя, и потом ты уже начинаешь здравомыслить, и ты уже начинаешь понимать, что ты читаешь Библию, и то, что ты молишься Святому Господу Богу нашему. Одним словом, когда есть какие-то внутренние разногласия, нужно необходимо забрать себя у дьявола и посвятить Господу Богу. Это в нашей власти, это в наших руках, потому что мы, принадлежа сами себе, мы должны иметь таким обладанием, которое Господь нам дал. И Господь нам, если написано, что Он взял наши грехи, Он взял наши немощи, Он взял наши болезни, я скажу, Он и дал нам власть преодолеть всякой немощи и всякой болезни, и Он дал нам возможность противостать этому. И Он оставил нам эту часть, которую, духовную часть, с которой мы должны бороться. Эта духовная часть и есть победа, которую дает нам Господь. Аминь. Аллилуйя. Поехали дальше. Когда есть вопрос, когда сложно перевооружаться, так скажем, да. Я скажу, что ошейник раба всегда легче доспехов воина. Во все оружие одеваться, это, знаете, это действительно перевоплощение в Слово Божье. А оставаться рабом, хоть ты, может быть, и сегодня и принял Иисуса Христа, может быть, у тебя есть первые шаги к вере, и ты понимаешь, что Иисус Христос есть Господь Бог, но мешает твое рабское, еще, может быть, какое-то мышление, и еще, может быть, над тобой увладеет где-то потихоньку курить, где-то, может быть, выпивать, где-то порнография, и это немного становится выше себя. Послушай, брат мой и сестра, есть выход от этого. Есть выход из всякой ситуации, потому что Христос даже победил смерть на Голговском кресте и дал нам эту власть. У нас все есть, потому что мы дети Божьи. Аллилуйя. И, знаете, Писание говорит и предупреждает нас об этом случае, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Вы знаете, по всему священному Писанию Бог как будто готовит нас к войне, как будто готовит нас к какому-то сражению духовному. Пусть я не говорю сейчас о вселенской войне, мы дети Божьи, мы не воюем с этим миром, мы не берем ни автоматы, ни мечи, ни ножи, ни кастеты, ни другие какие-то приборы, даже самозащита. Но мы верою побеждаем. Мы верою приобретаем и верою побеждаем. И, знаете, какая польза человеку, Матфея 16 глава, написано 26 стих, какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Друзья мои, какая польза будет? Мне от того, что сегодня, если я проповедую, говорю Слово Божие, говорю, какие-то хорошие вещи, да, а приду домой кричать ночную на своих близких, родных, и выпускать свой пыл, жар, и, а пойду приобретать для Иисуса Христа людей, для того, чтобы они покаялись. Смысл тогда мне, смысл моему тогда служению. И сегодня мы, преображаясь в образ Христов, мы изменяем не этот мир, не ближнего своего, мы изменяем Иисуса характер, который внутри нас. Мы готовим свое сердце, мы готовим свою плоть для того, чтобы уже не я жил, но жил во мне Христос, чтобы я был доступен для каждого, чтобы мое сердце, оно было очевидно для каждого, что во мне живет Иисус Господь, что слава Божия, подкрепляемое Слово, Духом, оно обновляет человека во всякое время. Аллилуйя! И мы можем посмотреть на примере Давида, бежавшего от Саула. Я всегда восхищался его подвигом, Давида. Хороший парень, классный, особенно, когда в битве с Голиафом он провел такой бой, и я всегда думал, слушай, либо он хороший стрелок, либо как-то, я даже однажды взял вот этот камень и попробовал его использовать, как вот прощу, вот так вот, ну, размотал, кинул. Слушай, сила мощная, очень мощная сила. И я представляю, я рукой никогда бы так не смог бросить камень, как бросил с помощью ремешка. Но я скажу, что Давид, он победил Голиафа. Он победил не только Голиафа, он победил свою внутренность, он победил свою я. Он победив свою гордость, мы его смотрим в Священное Писание, когда он бежал от Саула. Если бы оказался бы немножечко, пусть он бы бежавший за властью, хотевший кому-то что-то доказать, я думаю, он бы в этой пещере Даламской, он бы убил Саула. И в этой битве он бы проиграл. Друзья мои, почему-то все Священное Писание говорит о том, что мы не должны быть сильными против ближнего своего, не должны быть показать свой характер против ближнего своего, не напугать его, не завоевать, что мы сильные, что мы вот такие все можем, и даже к нам не лезть. Потому что и Священное Писание говорит, если тебе ударили по щеке, поставь себе, поставь и другую. Знаете, это и есть победа. Когда мы в таких сложных ситуациях, мы не делаем крик и истерик, не закатываем еще что-то, а мы побеждаем. Мы духом умершляем всякое дело плоти. Аллилуйя. И мы встречаемся с такими, когда Саул побеждал, написано, тысячи своих противников, но проиграл один из самых важных в боев, когда ему пришлось сразиться со своей гордостью и унижением. Сегодня мы можем, конечно, что-то делать великое для Бога, но постоянно проигрывать для себя. И знаете, в таком случае человек может оказаться недовольным своим, даже служением в Господе. Бог совершенно от нас желает другого, и Господь говорит, я хочу теперь, сын мой, чтобы ты поработал над своим сердцем, над своим духом. Я хочу тебя, именно тебя сделать. И я призвал тебя, чтобы ты научился побеждать и быть победителем. И интересный момент. Книга Иисуса Навина с первой главы, пятый, шестой, седьмой стих, мы посмотрим. Когда Господь разговаривает с Иисусом Навином и дает ему такие наставления. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передаешь во владение землю, которую я клялся отцам, их дать им. Только будь тверд и очень мужественен. И тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Господь говорит нашему внутреннему человеку, только будь тверд и мужественен. Да, сегодня ты пойдешь за Иордан, да, ты сегодня будешь завоевывать города, но только ты будь тверд и мужественен. Я всю твою наружную часть я выполню. Я положу твоих врагов, это я сделаю. Но самый твой враг, главное, остается, это который находится внутри себя. Только будь тверд и мужественен. Тебе нужно преодолевать. Эту войну я совершу, а ты теперь свою работу соверши. Аминь. Во всем Писании Бог обещает помочь. Во всем Писании мы видим, как Господь заступался за народ Израилев. Как только отступал он, он терпел поражение. Как только отступал, как только внутренние проблемы находились у народа израильского, они падали, и Господь говорит нам, чтобы мы не отступали от закона слов, написанных Священным Писанием, для того, чтобы укрепиться нашему внутреннему человеку, чтобы Бог сегодня подкрепил нас, для того, чтобы мы могли дать отпор внутреннему человеку. Во всем Писании говорит Господь, и обещает помочь физической силой, но Он просит нас устоять в духовной битве. В духовной битве самим собой, противостоять дьяволу. Наш враг невидимый. И Он умерщвляется силой, данной нам от Бога. Невозможно отпустить. Невозможно, друзья, может быть, когда этот мир не знает Бога, как один человек говорит, я приду к вам в церковь. Я приду к вам, но только мне нужно бросить пить, курить, и еще несколько дел, которые сегодня меня контролируют. Я говорю, послушай, без Иисуса Христа ты это не сможешь сделать. Сегодня многие люди ищут путь к хорошей, счастливой жизни. На днях, может быть, этот человек сейчас меня и смотрит, спортсмен, бежит по дорожке. Я еду на машине, он по тротуару, и я остановился. И знаете, и внутренность моя начала говорить ему. Я ему говорю, послушай, а для чего ты бегаешь? Что ты нашел в этом хорошего? Он говорит, ты знаешь, я боксер, кикбоксер, и борец, короче, и какой-то страшный. Я таких слов даже не запомнил, даже там что-то, какое-то новое слово. В общем, какая-то новая борьба, единоборство. Ну, хорошо. Я говорю, послушай, друг мой, вот сейчас ты готовишься для того, чтобы победить своего соперника, так скажем, врага. Ты пойдешь сейчас с ним бороться, а ты поборол своего внутреннего врага. Ты же до сих пор куришь. Он, ну, бывает такое. Ну, и с друзьями пиво пьешь. Ну, так как естественно. Ну, и блуд, и грех в твоей жизни, он как бы господствует. Он, да. А теперь скажи, когда у тебя соревнования? В июле, говорит. В июле соревнования, вот я к нему готовлюсь. Я говорю, слушай, а ты уверен, что ты доживешь до этого момента? Тебе нужно начать тренировку, и начать тренировать свое сердце, для того, чтобы тебе оставить этот грех, приобщиться с Иисусом Христом, и потом, если ты не смотришь, если ты не сможешь сегодня преодолеть самого себя, свой внутренний характер, проблемы своего внутреннего сердца, я хочу тебе сказать, тебе радости не будет то, что ты победишь этого человека. Это ты физически делаешь, но духовно ты будешь всегда расстроен. Я помню те случаи, и я немножко оголюсь, такой момент. Я курил, когда не знал еще Иисуса Христа, и знаете, это меня уничижало очень сильно. Я просыпался, и я чувствовал, ой, как это опять вот охота, вот эта вот охота курить, вот это вот, почему-то это больше меня, и я ненавидел это, но я это делал. И так дальше, и я скажу, что не только с сигаретами вопрос был. Но когда мы встречаемся с Иисусом Христом, Он меняет, Он меняет наше сердце. Но знаете, интересный момент, Он нам дает меч, шлем, обмундирование, и вот теперь меняйся. И посмотрим, насколько ты хочешь, а насколько ты привык уже добиваться своим характером успехов, насколько ты можешь своим криком или своим истерикой добиваться того, что ты всегда добивался. А теперь попробуй Словом Божьим. А теперь попробуй Словом Божьим умерщвлять внутренность свою, которая бунтует против всего. И 1 Иоанна 5 глава 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, это вера наша. Друзья мои, это принцип веры. Когда человек сосредотачивается, Христос Господь Бог, Духом Святым показывает нам на наши ошибки. Он не искореняет их, но Он нам показывает на наши ошибки и дает нам решение принимать. Это в твоей воле, это ты хочешь, а если ты не хочешь, то это останется с тобой. Ты можешь провести христианскую жизнь и быть идиотом, извини мне за выражение. Ты можешь провести христианскую свою жизнь, проповедовать, говорить, и при этом оскорблять свою жену. Ты можешь читать священные писания и не любить автора. Ты можешь быть и проповедовать Евангелие, но самому оставаться таким же. Господь хочет, я тебя хочу одеть совершенно в другие одежды, я хочу менять твое сердце, а ты хочешь этого делать? Да, Господь, я хочу. И написано 5 глава 1 Иоанна так же. Кто побеждает мир? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Я скажу даже, как не тот, который понимает, что Иисус Христос в тебе уже? Как не тот, который тебя сегодня учит и наставляет? Как если ты сегодня Сын Божий, то Иисус Христос называет нас другом? Он называет нас братьями? Я думаю, Иисусу Христу нравится, Отцу нашему Небесному нравится, когда Его дети преображаются в Его образ. Я скажу, в кого мы верим, в тот образ мы и преображаемся. В кого мы верим, тот Дух и воспитывает нас. Если мы поддаемся, конечно, воспитанию, но мы, дети Божьи, мы поддаемся воспитанию. И 12 глава Римлянам, 21 стих, интересный момент, написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Для, может быть, несведущего человека, этот стих, место из Писания, это может быть изрядом, вон выходящее, не будь побежден злом. И один товарищ мне говорит, слушай, ну если оно прет из меня, куда его девать? Если оно во мне есть, вот как мне с ним быть? Если это зло, оно просто находится во мне. А здесь написано, все для очень злых людей. Вот. Злостражден кто из вас, пусть молится, да? Веселый кто? Пусть поет псалом какой-нибудь. Первый, например. И мы посмотрим, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы много уже можем привести к этому примеров, когда мы научились благословлять, а не проклядать, как в Писании написано. И я скажу, что мы не можем это сделать, действовав одноразово. Это действие происходит почему-то на всем жизненном пути. Если было бы так, победил один раз зло, победил раз, когда тебе сосед, допустим, несколько слов и трехэтажных, и пятиэтажных, допустим, на тебя говорит, а ты ему раз и сказал добро, хорошие слова, но это происходит неоднократно. Наша душа постоянно слышит, может быть, какие-то брани, какие-то унижения, даже, может быть, кто-то нас и не собирается унижать, но мы унизились, мы обиделись, мы не можем простить, мы не можем победить. И это, знаешь, опускаются руки, и кажется, что Господь должен это все сделать. И я молюсь и пощусь. Одна сестра говорит, послушай, я уже 30 лет молюсь, чтобы мне можно было бы все преодолеть, но я не могу. Послушай, можешь. Абсолютно можешь, потому что Бог не может взвалить, а попробуй. А вот теперь начни, знаешь, начни свои действия делом, вера без дел мертва, а теперь начинай свою веру, если ты чувствуешь духовное нагнетание в свое сердце, а теперь начни делать добро тому, кто даже словами против тебя идет. И ты увидишь совершенно другой результат, во-первых, в своем сердце, и во-вторых, в сердце своего противника. Вот такое наследие, вот такое Господь нам обетование дал, для того, чтобы мы смогли преодолевать всякую ситуацию, находящуюся на нашем жизненном пути. Даже если нам, знаете, порой один человек говорит, что я очень много молюсь, и очень много пощусь, но ничего не происходит. Друзья мои, наш внутренний характер, он не зависит от поста и молитвы, он зависит от твоего желания, увидел ли твой мозг, или увидел ли твое сердце. Ты можешь пропаститься, ты можешь, но как обижался, так и обижаться. Не должно быть так, возлюбленные. Не должно быть. Действиями, наоборот, благословлять, говорить добро, говорить любовь, молиться за обижающих вас. Вот это попробовать. Вот этот вот момент, когда мы против, знаешь, можно обозлиться, ну, в гневе твоем, да не зайдет солнце твое. Ну, можно до вечера позлиться, да, немножко, ну, если уж не втерпешь. Ну, а потом все-таки дойти до осознания и попросить у Бога прощения, Господи, Боже, я каюсь, грешный я человек, ну, не сдержался, ну, получилось вот так. И покаялся, и победа пришла, и радость пришла. Господь говорит, не ложись даже спать вот с гневливым сердцем. Вы знаете, я одну вещь увидел в том, что, это мое личное откровение, друзья, но оно соответствует Священному Писанию, можете себе него не ставить в закон, но прислушаться можно. Почему Господь говорит, не разводиться с женою своей? Вот, нельзя разводиться с женой своей, да? Или с мужем своим нельзя? Вот вопрос, и знаете, я начинаю вот так вот, ну, уже логически домысливать, потому что разведенный человек, разведенный человек, это два, одна плоть, мы понимаем, да, о чем речь идет. И он не прощает свою жену. Он может сказать, я прощаю тебе все, или она ему, я тебе тоже все прощаю, ну, и чао, какао, тогда, и досвидос. Это неправильно. Почему? Потому что ты сказал словами, мало ли, что ты сказал, ну, исповедовал ты, да, там, что, до свидания, прощай, и я тебя отпускаю, и я тебе даю разводное письмо, там, и мы с тобой в ЗАГСе его получим вместе, и мы теперь стукнемся друг к другу, и кто дальше отпрыгнет. Но Бог совершенно об этих вещах говорит, потому что осадок в твоем сердце, он останется на всю жизнь, это осадок непрощения. Это осадок непрощения. Почему я их говорю вам? Потому что, заповедую, чтобы не разводиться с женами своими, потому что это вопрос будущего. Ты на протяжении всего своей жизни, ты будешь, если ты вторую половину найдешь, третью, вам двадцать пятую, тебе никто никогда не будет удовлетворять, пока ты не удовлетворишь свой собственный, собственный нрав, свой собственный характер. Пока ты действительно от чистого сердца не простишь свою жену, это для того, а как простить? Это значит, нужно встать, если ты разумеешь, пред ней на колени, и сказать, прости меня во имя Иисуса Христа, прости меня, прости и все, я не отпущу тебя. Потому что Священное Писание говорит, нельзя нам разводиться, не должно так быть. Я знаю, что ты сейчас уйдешь, я знаю, знаешь, но в любом случае, твое сердце оставится с твоей женой, или с твоим мужем, и оно постоянно будет либо скорбеть, либо тосковать, либо осуждать, но оно не будет на месте. Вот такое вот маленькое откровение. И 1 Иоанна 2 глава 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили, потому что вы победили лукавого. Потому что вам, пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Далее, я писал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я писал вам, юноши, потому что вы сильные. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого». И дальше написано, 1 Иоанна 4 глава, 4 стих. «Дети, вы от Бога». Это приятно слышать, да? «Вы от Бога». Вот в другой раз разговариваешь с человеком, и у тебя сомнение, от Бога он или не от Бога, да? Вот так. А Господь тебе сегодня говорит, «Дети, вы от Бога». Скажи друг другу, кто смотрит нас, «Вы от Бога». «Ты от Бога, скажи, брат мой или сестра». «Ты есть от Бога». Аллилуйя. Потому что ты победил. Потому что тот, кто в нас, уже больше того, кто в мире. Потому что Христос, Господь, Бог у нас. И имеющий, откровение 2 глава, 7 стих. Говорит, «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». А кого побеждать? С кем бороться-то? О чем речь-то идет? О какой победе? А вот о той победе-то оно и идет речь. Что ты научился побеждать гордость. Что ты научился прощать. Что ты научился воевать не против ближнего своего, а сам смотреть на себя. Самого побеждать себя. Неважно, сколько ты людей к покаянию привел. Ты научился побеждать себя. И тебя с таким сердцем ждет Господь. Потому что Он больше всего желает, чтобы ты был приобретаемый им. Знаете, как родитель, как отец и дедушка, и скоро еще раз буду дедушка, четвертый раз уже, и мне охота, чтобы мои дети, они подражали мне. Как я Христу. И еще больше даже переросли. И еще больше, чтобы научились. И еще больше, чтобы они стали победителями в своей жизни. Господь, папочка наш, Он эту книгу откровения давал, и оно как уже окончательный результат. Он говорит о побеждающем. И 17 стих, вторая же глава написана. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. «Побеждающему дам вкушать сокроведную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Не обойдешь мимо. Не обойдешь мимо. Знаешь, можно внешне показать себя этому миру благочестивым, но не иметь мира внутри себя. Но этот мир, который внутри себя, видит Господь. И Он сегодня делает особенный акцент на твою внутренность для того, чтобы, я уже так говорю, чтобы вкушать тебе сокровенную манну, для того, чтобы ты духовно достиг тех вещей, чтобы ты мог оказаться с Иисусом Христом. Аллилуйя. И 3 глава, 21 стих, написано, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Побеждающему, друзья мои. И вопрос идет о победе. О победе нашей. Это может быть на этом жизненном пути самая тяжелая победа. Самая страшная победа – это враг, который я являюсь сам. Сам себе. Сам себе, когда я себя ненавижу. Это со своей проступки, из-за своей мысли, из-за всей, с чем я не могу справиться на этом жизненном пути. Но нам нужно задуматься, у нас еще есть вечность. Мы не можем прожить эту жизнь так, что мы выглядели только хорошо внешне. Но нужно, чтобы и внутренность наша соответствовала Священному Писанию. Можно, как говорится в этом мире, можно на какой-то момент, на какое-то время переобуться, да, когда увидишь верующего человека. Стыдно. Стыдно. Слушай, ну, нужно достичь такого образа жизни, чтобы тебе можно было бы, когда даже сказал слово какое-то, нехорошее слово, чтобы это было самому стыдно пред собою. Не только перед теми, кто сегодня верующий, но чтобы тебе поступать на всем протяжении, чтобы тебе было обличаемое во всякое время, даже от твоей собственной мысли, даже помышления мы все делаем в послушании Христу. Аминь. Побеждающему дам сесть на моем, со мною, вернее, на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Аллилуйя. И не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Десятая... Вторая глава, десятый стих. Не бойся ничего, что надо будет тебе претерпеть. Не бойся ничего, что на этом жизненном пути. Не бойся абсолютно ничего. Вот написано, что и дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас. Мы видим, что Господь нас готовит для себя. Нашу внутренность, нашего внутреннего духовного человека. Может быть, мы пройдем и какие-то унижения, какие-то страдания, может быть, и оскорбления под щечину, может, даже и не одну. Время последнее. Сегодня многие об этом говорят. И будут вас вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь, написано, что дней 10. И будь верен до смерти. Брат мой и сестра, будь верен до самой смерти. Все, что ты однажды принял, все, что ты сегодня услышал, будь верен тому, то, что тебе говорит Слово Божие. Не то, что ты сам себе надумал. Как ты о себе думаешь, так думает о тебе дьявол. Будь послушным к священному Писанию. Пусть он тобой регулирует, пусть тобой и мной регулирует Слово Божие, а не так, как мы хочем. И пусть все мое послушание будет в соответствии со Словом Божиим. Вот тогда ты будешь успешен. Вот тогда ты будешь велик. Вот тогда ты, пройдя жизненный путь, ты будешь радоваться. Но знай, что без священного Писания, без Слова Божьего, не преодолеть ни одну ситуацию, ни внешнюю, ни внутреннюю. Если нас утешает Господь Духом Святым, то это Господь утешает. Если этот мир наступает на нас, может, кто-то с нами, к нам и с мечом приходит, но у нас есть другой меч, Слово Божьего. Аминь. Мы можем. Ты победитель. Ты уже победитель. Я скажу, даже если ты сегодня смотришь нас, ты уже победитель. У тебя хватило терпения до конца прослушать всю проповедь. Ты победил. Ты молодец. Аллилуйя. Но не от меня похвала, а от Господа. Пусть будет тебе хвала от Иисуса Христа, Господа моего. Знаете, я бы хотел сейчас обратиться к нам. Кто сегодня смотрел нас и слышал, и он увидел, что сердце, оно всегда искало каких-то приключений. Оно всегда искало каких-то утешений. И даже казалось бы, что я верующий и всегда уповал на Иисуса Христа, но почему-то сдавал свои позиции. И мне самому от этого приходилось еще хуже. Кто-то, может быть, сегодня первый раз увидел эту передачу и услышал, я хочу тебе сказать, друг мой, чтобы ты, приняв Иисуса Христа, получил спасение, освобождение от пут, от лап собственного греха, чтобы получил свободу и жизнь вечную, потому что за тебя умер Иисус Господь. Я хочу тебе сказать, чтобы мы с тобой вместе помолились сейчас, молитвой грешника, чтобы мы осознали то, что вся наша жизнь, оно не всегда было праведной. Она сопровождалась вся грехом. Или мыслями, или делами. Мы помолимся, давай с тобой. Дорогой небесный отец, деньги. Не плачь. Продолжение следует...